Израиль, Египет и Европейский Союз подписали историческое соглашение о поставках природного газа, который должен стать альтернативой российскому. Реализация соглашения предполагает поставки в Европу природного газа из Израиля, Египта или других стран этого региона. В то же время топливо будет проходить обработку на предприятиях по производству жиженого газа в Египте, а затем будет доставляться в страны ЕС. Не исключено, что скоро появятся другие маршруты доставки сырья, такие как трубопроводы, проложенные по морскому дну. Европа не была зависима от российского газа, и мы хотим поговорить об этом с нашим экспертом. Это Александр Харченко, директор Украинского центра исследований энергетики. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, вот сейчас происходит такая вот интересная ситуация с Северным потоком-1. Россия существенно сократила поставки газа по нему. Сказала, вот это из-за того, что Канада не возвращает нам турбины, которые мы передали в ремонт. Европейцы в это не верят. Что за этим стоит? Вот, собственно говоря, как вы считаете, политика или все-таки экономика? То есть, причина в турбинах? Вы знаете, ну, это такая фантазия рабочая Газпрома на тему турбин. Да, ему турбины не возвращают. Это несомненно, это санкции. Другое дело, что поставить аналогичную турбину, например, в компрессорной станции Северного потока-2 можно без проблем. Перевести ее и настроить очень недолгое дело было бы желание. И то, о чем говорят наши немецкие партнеры, это абсолютно, мне кажется, точное определение – шантаж путем политического давления. Не новость для России, обычная практика, и шантаж газом многие страны на себе испытывали. Но до последнего времени, до войны, Россия, Германию, Францию, Италию не рисковала шантажировать. Теперь вот совершенно все в этом поле шантажа оказались. Нам наконец-то поверили, потому что когда мы год назад, полтора года назад, три года назад, пять лет назад говорили, что Россия шантажирует, немцы говорили, о нет-нет, Россия так много лет надежный партнер. Теперь они убедились на практике в надежности партнера. Скажите, пожалуйста, а вот по вашему мнению, как, допустим, газ не закупают уже и такие страны, как Дания, Нидерланды? Как вообще скандинавским странам удается это все обходить? И, может быть, другим странам тоже следует последовать их примеру? Скандинавские страны много лет держат однозначный курс на сокращение потребления ископаемого топлива. И нефти, и газа, и Дания, честно говоря... То есть курс на зеленую энергетику, верно? Ну, абсолютно точно, но нужно понимать, что это стоит, потому что, ну, в той же Дании электричество самое дорогое в Европе. Поэтому, с одной стороны, да, много примеров есть, каким образом можно отказаться от потребления газа. С другой стороны, нужно создавать, что этот отказ на сегодня, это имеет цену. Смотрите, я все-таки хотел бы вернуться, если можно, к Северному потоку-1. Европейцы вот буквально еще недавно рапортовали, что они активно закачивают газ, готовятся к зиме. Там, по-моему, наполовину заполнили свои хранилища. К осени обещали, ну, прогнозировали 80%. Вот сейчас, если эта ситуация с Северным потоком не изменится, насколько под угрозой этот план и к чему это приведет? То есть они не успеют подготовиться к зиме, и, соответственно, возникают риски прохождения отопительного сезона в Европе. Европа может стать, скажем так, более податлива каким-то требованиям Газпрома, которые, возможно, потом прозвучат? Я, честно говоря, такого развития событий не ожидаю. Мы уже контактировали с коллегами из Франции, которые абсолютно точно говорят, что для нас это вообще не угроза. Мы за неделю заменили, ну, они уже некоторое время тому, до того, как в прессе началась большая волна, имели сообщение Газпрома, что он сократит эту транспортировку. Так вот, Франции не хотели заменить 10% баланса, которые шли со стороны России через Германию. То же самое итальянцы, они достаточно давно и активно искали альтернативы, и никакой паники в рядах не наблюдается. Реакцию Германии, ну, вот она уже последовала публичная, и министр Хабек абсолютно четко сказал, что Германия понимает, что это политические шаги. Технически, коллеги, украинская система, даже с учетом того, что там идут атаки, даже с учетом того, что Россия пытается ее повредить, украинская система все еще способна прокачать больше, чем способны северные потоки. Поэтому никаких технических проблем для того, чтобы поставлять газ в Европу, у «Газпрома» нет. Это однозначно шантаж с тем, чтобы запустить «Северный поток-2», хоть тушкой, хоть чучелом. И об этом мы с европейскими партнерами тоже много говорили. Они отлично знали о том, что так будет, и так случилось. И по большому счету, я абсолютно уверен, что эта ситуация, она обернется очередным выстрелом себе в ногу со стороны «Газпрома». И они снова потеряют кусок рынка, как уже потеряли в Финляндии, как уже потеряли в Болгарии. И они продолжают это делать. Отлично. Ребята, продолжайте так же, вы останетесь без европейского рынка совсем. Некоторые эксперты, ваши коллеги, считают, что эта зима в этих газовых войнах, в давлении газовом, она будет ключевая, потому что к зиме 2023-2024 года Европа уже будет готова. А вот тут, вы вспомнили о Франции, но есть наверняка другие страны, которые, возможно, не могут найти быстро альтернативу российскому газу. Ожидаете ли вы газовой войны все-таки в эту зиму, что придумает какую-то причину Кремль и перекрутит вентиль Европе? Я абсолютно ожидаю газовой войны. И, собственно говоря, она уже началась. Вот то, что сейчас происходит, это уже война. Это уже война газовая в дополнении к специальной операции, в дополнении к войне в Украине. И единственное, в чем я уверен, что совместные усилия Европы, Украины и США точно нивелируют те попытки, которые Газпром будет оказывать. А если Украина открывает экспорт электроэнергии, если Украина хорошо готовит со своей стороны, это тоже важно, к отопительному сезону, и наши ядерные станции готовы генерировать на максимум, Если Европа правильно подходит к работе с партнерами с Ближнего Востока, уже видно четко работу с Египтом и Израилем, другими странами, если США оказывает и далее, как это уже происходит, максимальное содействие экспорту ЛНГ в Европу, то, несомненно, я абсолютно уверен, что эта газовая война будет проиграна Газпромом и Россией. Вы смотрите, есть информация, что Газпром якобы переводит свою штаб-квартиру в Турцию, ну и якобы, чтобы избежать, наверное, же западных санкций. Что вы про это думаете? Это реально возможно? Ну, вы знаете, я, честно говоря, думаю, что это просто такой вот помесь фейка и слуха. Потому что, ну, на самом деле, представить себе, что Газпром с позволения Кремля перенесет штаб-квартиру, это, извините, но вот за пределами, мне кажется, российского восприятия мира. То есть крупнейшая компания Великой Российской империи сбежала из страны. Ну, я, честно говоря, сомневаюсь, что такой сценарий реалистичен. Но если это случится, это даже не смешно. Это просто абсолютная катастрофа для России. Александр, давайте поговорим о Украине. Хватит ли Украине газа для того, чтобы пройти отопительный сезон? Я вот тут нашел некоторые цифры, они в открытых источниках, то есть это не тайно. 9 миллиардов кубометров оставалось в хранилищах украинских. Обычно, вот перед началом отопительного сезона, но вот эксперты говорили, должно быть 18-19, чтобы вот так вот безболезненно пройти зиму. Сейчас, говорят, вот минимум должен быть 14. Вы соглашаетесь с этой цифрой? И будет ли где вот, если 9 есть, эти 5-6 миллиардов добрать откуда? Потому что президент Украины в то же время заявляет о том, что зиму мы переживем и будет тепло. Ну, по состоянию, например, на неделю тому назад, когда я последний раз смотрел статистику по нашим хранилищам, у нас было 10.03 миллиарда кубометров в хранилищах газа. Одновременно потребление в Украине сейчас соответствует уровню около 21 миллиарда кубометров в год. Вот 21-22. То есть за весь год, не за отопительный сезон. Соответственно, отопительный сезон из этой цифры приходится примерно 14-14,5 миллиардов кубометров. И Украина при этом в этом году добудет, согласно тем планам, которые мы сегодня имеем, около 18 миллиардов кубометров. То есть 18 плюс 10, 28 против потребления в 22. Даже если учесть, что часть из этих 10 миллиардов кубометров технический газ, который навряд ли будет доставаться, даже если учесть, что у нас сейчас много проблем с эффективностью использования газа, ну извините, газовые сети атакуют, часто бывают повреждения, взрывы и так далее. Я абсолютно уверен, что Украина очень близка к тому, чтобы пройти этот сезон с использованием исключительно собственного газа и очень небольшого объема импорта, может быть, миллиард-полтора кубометров закупить в августе-сентябре и еще где-то 800 миллионов-900 миллионов кубометров зафрактовать на февраль и март по форварду, для того, чтобы просто поддерживать давление в системе, тонкие технические нюансы, но так будет правильно. Это все, что Украине надо. На самом деле мы очень близки к тому, чтобы стать страной, которая добывает столько газа, сколько потребляет. И если мы правильно сейчас выдержим курс на сокращение потребления газа, то мы такой страной станем в ближайшей перспективе. Вы частично об этом сказали в начале нашего разговора, но тем не менее, свой газ, свой украинский газ, большинство области, где его добывают, они же все-таки находятся на востоке, скажем так, в зоне риска, в зоне поражения. Это создает риски? И насколько они большие? Ну, будем откровенны, мы все в зоне риска... Потому что вы достаточно оптимистичный сценарий обрисовали, но вот если учитывать российские ракеты... Вот смотрите, если учитывать российские ракеты, то все-таки в зоне риска вся страна. То есть вся страна, нет места в Украине, которая сейчас не подвергается риску обстрела. Все, что я говорю, я говорю с позиции сохранения той инфраструктуры добычи газа, которая есть на сегодня. То есть вот я оцениваю ситуацию, которая есть на сегодня, уже произошедшие повреждения. Я смотрю на те зоны добычи, которые находятся близко к зонам ведения боевых действий, где возможны потери. И вот если эту информацию в том состоянии, в котором она есть сегодня, свести, то картинка вот такая. Но вы абсолютно правы, что через два дня она может быть кардинально другой, через неделю она может быть кардинально другой. И, безусловно, массированные ракетные атаки, но это непредсказуемо, что будут атаковать русские. К сожалению, мы не можем предсказать развитие событий, исходя из входа ракетных атак. Это проблема, это абсолютно непредсказуемая ситуация. И сейчас мы вынуждены заниматься тем, чтобы каждый день смотреть, что попреждено, и корректировать прогноз по ситуации, как есть. Александр, это вы сказали, что в принципе тех резервов газа, которые есть, и мы, возможно, в сентябре что-то докупим, нам хватит пока. Где докупим? Европейский рынок абсолютно, но он же является рынком. И сейчас невыгодно покупать, потому что большой рост цен из-за манипуляций «Газпрома». Но я абсолютно уверен, что где-то через месяц эти манипуляции, знаете, волна склынет, цены придут к некоему уровню баланса, а он все-таки сильно там пониже, чем сегодня, вот прям там выращенная «Газпромом» тщательно цена. Пойдет дополнительный поток ЛНЖ, пойдут дополнительные танкеры. И я думаю, что где-то во второй половине июля-абгусте будет хорошее время для покупок. Но тут, конечно, вам нужен профессиональный трейдер, который лучше, чем я, будет понимать, в какие дни и в какие моменты нужно заключать сделку. И вот, кстати, возвращаясь к «Газпрому», есть интересное заявление, что все-таки, если сократились эти поставки в Европу, они объясняют это отсутствие нужных комплектующих, которые раньше на концерн поставлял концерн «Сименс», но сейчас не поставляет из-за санкций. Вы думаете, это просто какое-то хитрое заявление? Ну, это просто политические такие, знаете, оправдания. Да, к ним не приехали пара турбин с ремонта и не приедут никогда. Да, проблем с северными потоками будет все больше и больше. Но украинская газотранспортная система здесь готова заместить любые объемы транспортировки, которые сегодня нужны Европе. Мы по-прежнему можем поднять объем в три раза относительно сегодняшнего без каких-либо проблем. И мы готовы, и об этом говорит оператор газотранспортной сети, об этом говорит руководство страны, мы готовы поддерживать Европу транспортом газа столько, сколько нужно и в объеме, который нужен Европе. Вопрос не в транспорте, вопрос в «Газпроме» и в России, и в Кремле. Смотрите, вот нефтяное эмбарго совсем недавно казалось чем-то делом нереальным, но Украина к нему пришла, так или иначе. Ваш прогноз, когда можно ожидать отказа Европы от российского газа? Вы знаете, реально технически отказаться от российского газа Европа раньше где-то 2025 года полностью не сможет. Но вот значительно сократить потребление и снизить долю российского газа это то, что уже сейчас происходит и то, на что нацелены наши европейские друзья. И я вижу, какая большая работа идет в этом направлении. Поэтому я верю, что уже в 2023 объем российского газа будет очень сильно меньше на европейском рынке, чем это есть сегодня. А сильно меньше это как? Это кратно, ну то есть где-то порядка 50% в два раза меньше, чем сейчас. Ну вот есть цифра, я не знаю, насколько она корректно, 140 миллиардов кубометров поставляют в Россию. Вы сказали, до 2025, но, например, в 2023 году вот эта цифра наполовину может уменьшиться. Я думаю, что в 2023 доля России составит 70-80 миллиардов. Нет, общая доля России сейчас с учетом ЛНЖ, не только трубопроводных поставок, но и ЛНЖ, она порядка 200 миллиардов кубометров. Я думаю, что больше 100 в 2023 году, 100-110, но вряд ли Россия сможет поставить. Александр, ну тут вот еще один вопрос о газе, хотя он немножко политический, наверное. Не отключили от SWIFT Газпромбанк. Но мы понимаем, через него проходят эти все платежи. Тем не менее, вот сейчас вот ведутся, появились разговоры, что в седьмом пакете санкций может появиться вот этот Газпромбанк. Как это связано с чем, как вы считаете? То есть они нашли какую-то другую площадку, через которую будут платить деньги? Или же все-таки, может быть, эмбарго готовят? Вы знаете, достаточно давно обсуждается механизм, когда будут введены так называемые сквайра-счета. То есть счета, на которые деньги за газ платятся, но станут доступными продавцу только тогда, когда санкции будут сняты. Поэтому я думаю, что это первые сигналы того, что это обсуждение выходит на новый уровень, на уровень потенциальной реализации. Когда покупатели будут платить на закрытые для Газпрома счета за газ, Газпром будет видеть эти деньги и знать, что они заплачены, но не будет иметь до них доступа до того момента, как с Россией снимут санкции. Спасибо вам большое, Александр. С нами был в студии Александр Харченко, директор Украинского центра исследований энергетики. И мы говорили о газе. Сможет ли Украина пережить эту зиму?